Ну, двусмысленная реакция, коллеги. На самом деле, очень сложно понимать официальную позицию турецких властей, когда она меняется в течение одного дня, то ли действительно, как заявляли турецкие власти, российский самолет вторгся в их воздушное пространство, и пилотов в 10 раз предупреждали о том, что они должны его покинуть, то ли, как сегодня заявили, они вообще не знали, какой самолет они сбивают, и только из сообщения уже российского министерства обороны им стало ясно, что произошло. В общем, такая ситуация совершенно непредсказуемая, потому что, с одной стороны, турецкие власти говорят, что российский самолет залетел на их территорию, с другой стороны, почему-то обломки этого самолета упали на сирийскую территорию, и вот мы сейчас совершенно остаемся в недоумении. Турецкие власти, они что, хотят признать свою вину в этом инциденте и извиниться, или они все-таки просто оправдываются? У нас нет намерения накалять ситуацию. Мы всего лишь стали на защиту нашей собственной безопасности и прав наших братьев. И дело еще в том, что на самом деле турецкие власти были не настолько щепетильны, когда, собственно, турецкие ВВС нарушали чужое, вторгались в чужое воздушное пространство, как, например, это было в 2012 году, когда турецкая авиация бомбила курдов в Сирии, и тогда был, например, сбит один из турецких самолетов, и тогда Эрдоган был не президентом, а премьером, и вот тогда он заявлял совершенно другие вещи. Он говорил о том, что, ну, какое-то ненамеренное, какое-то практически случайное вторжение в чье-то воздушное пространство, это вовсе не повод сбивать самолет, это повод для того, чтобы вынести предупреждение, заявить протест и вытеснить самолет из воздушного пространства, никак не сбивать. Но почему же иначе совершенно получилось самолетом Российской Федерации? Коллеги. Спасибо. На прямой связи с нами с Турцией был наш специальный корреспондент Юрий Кучинский.